В поселок ГПЗ прибыла делегация Общероссийского народного фронта во главе с координатором Центра ОНФ Светланой Калининой. Вместе с ними на разговор с жителями приехали представители администрации Сургутского района и поселка Солнечного. Предмет разговора – состояние жилых домов в ГПЗ, но порадовать обитателей ветхих и аварийных домов оказалось нечем. В этом году план стоит такой, чтобы весь поселок признать аварийным. Пять домов уже признаны, в работе еще два дома. Но признание строения аварийными – лишь начало большого пути переселения. В очереди на улучшение жилищных условий уже сегодня сотни жителей Сургутского района, и их численность будет только увеличиваться. На территории Сургутского района 470 тысяч квадратных метров непригодного жилья. Это 21% в целом по округу. Для сравнения жителей на территории района 6,5% от округа. То есть концентрация непригодного жилья на одного жителя Сургутского района в 3,5 раза выше, чем в целом по округу. Сейчас в муниципалитете аварийными официально признаны 70 тысяч квадратных метров жилых площадей в деревянном исполнении. Проблема достигла таких масштабов из-за регулярного недофинансирования. До 2014 года доля денег на ликвидацию таких домов составляла всего пару процентов от необходимой суммы. Сейчас она выросла до 10, но и ее катастрофически не хватает. И в УНФ объяснения о власти Сургутского района понимают и, главное, принимают. Представляете, какой объем жилья мы должны сейчас переселить? Это же не только в городе Сургуте и не только у вас здесь район. Я просто к чему, сегодня уже мы вас признали, сегодня администрация уже пошла, и они приняли, они понимают, что здесь жить нельзя. Но они даже вот если растянутся, в любом случае. Поэтому наша задача с вами сегодня уже ускорить этот просто процесс, потому что понимаем, что жить в таких домах. Если бы только ваш один дом такой был, а их же много. Жители поселка ГПЗ жалуются на ветхие конструкции и на плохую экологию, потому как дома находятся между двух крупных нефтегазоперерабатывающих заводов. Был бы маневренный фонд, вас бы переселили в маневренный фонд. Завтра будем разговаривать с губернатором о том, ну, большой процент домов, которые не признали до 1 января 2012 года, по разным причинам. Президент же не просто так сегодня новую программу переселения-то настаивает, чтобы она была продолжением. Вот она закончилась в 2017 году, та программа, не остановились, потому что президенту вот такие дома показали мы. Но программа будет с 1 января 2019 года. Вот новые деньги пойдут только в январе 2019 года. Вот ближе их не будет. Об этом же в создании целевой программы по сносу аварийных строений просила глава Саргутского района Андрей Трубецкой. Без помощи федерального центра проблему непригодного жилья можно решать десятилетиями. Без целевой, понятной, федеральной и вообще государственной программы и федеральной, и окружной, да, с финансированием по годам. Ну, как она и была программа переселена. То есть муниципалитет, не один муниципалитет в Югре не решит эту проблему. Дмитрий Курковец, Гамзат Магомедов, Саргут, Интерновости. Редактор субтитров А.Семкин